Всем, у кого есть майки WB, погнали! Сейчас тут половина студий просто, да, из студейской тоже? Ну что ж, Кулайдор, регламент ты знаешь, когда будешь готов, поднимай руку, ты можешь поверить музыку, и желаю тебе удачи. Раз, раз, раз. Можно продолжить мою музыку? Ха-ха-ха-ха. Ремин, добрый день, дорогие зрители. Меня зовут Кулайдор, работаю в компании WB. Я очень рад в очередной раз находиться здесь и иметь возможность поделиться с вами с твитом, и историей моим опытом. Одним из наиболее важных и интересных моментов при подготовке чемпионата, Это, конечно, выбор того самого кофе, попробовав которого, вы можете сказать себе, да, этот кофе должен попробовать каждый. И мой кофе шло недолго. Я вновь выбрал кофе-то человека, которому я доверяю. И сегодня я представлю вам потрясающую красную кофе в Колумбии. Уважаемые судьи, у вас есть любимая книга? Если да, то вам обязательно знакомо хочу, чтобы вы общаетесь с автором напрямую, хотя бы не знакомы с ним лично. У меня точно такое же ощущение, но только по отношению к кофе. Я не знаю человека лично, который вырыст его на теле. Но у меня такое ощущение, что будет он мой данный и неизменный круг. Его зовут Рафаэль Аляр. А я выступлю в приготовлении набитков и начну его со стресса и маванта. Я третий чемпионат подряд выступаю и представляю его кофе. Но сегодня я хотел бы сделать немного больше, чем просто представить его зерно. Я хочу рассказать о результате нашего русского и уникального сотрудничества. Зачастую мы всегда говорим только о том, что мы берем в той или иной ферме. Но не говорим о том, что мы даем взамен. А ведь такие истории происходят не так часто. И как мне кажется, о них нужно рассказывать только ради того, чтобы понимать, как много труда и времени стоит, сколько продукт, ради которого Симу сегодня здесь собрались, он просто вкусный. После первого знакомства с Рафаэльом мы сразу поняли, что будем с ним сотрудничать. Ведь кофе у него действительно вкусный. Но это не самое важное. За все время нашей совместной работы мы поняли все то, что он очень открытый и улучшенный своим делом фермерсом, который готов к экспериментам ради улучшения вкуса и без того вкусного пользования. Ферма Рафаэля под названием «Лагер Джиня» находится в центральной части Колумбии, в университете Кимана, где располагается от центра Большого каньона «Глаз Лариды». Это место идеально подходит для выражения кофе. И там уникальный ферму акции. Большую часть дня солнце светит почти весь день с 7 утра до 7 вечера, а на вечере реки постоянно поддерживают стабильную власть. Все это дает моему кофе потрясающую яблочную кислоту. Ферма Рафаэля и Вальзая, общая область его, вставляет всего лишь 4 гектара. Из них 3 заняты фасадской красной катуры. Количество деревьев в 1 гектар вставляет всего лишь 3,5 тысячи деревьев. При этом местная законодательство по лумбии разрешает иметь фермером от 5 до 6 тысячи деревьев, что, соответственно, позволяло заработать больше. Но он не стремится увеличить количество пищевых деревьев, чтобы он не сладит пороса до солнца и почвенные минералы. На одном поле располагается лодок и стая мельница маркетина. На другом поле – страя мельница бенефицара. Идеальное расположение фермы. Регулярный уход за деревьями и уникальный ферма. Вроде бы все прекрасно. Но есть одна проблема – это долгая и тешелая доставка яблок от станции обработки. Только представьте, чтобы произвести один мешок сленого кофе, он должен собрать. Я говорю, загрузите их на мула, который может поднять максимум 100 кг тяга, и вести его целых 40 минут до станции обработки. И так 3-4 раза здесь туда-обратно. И мы решили помочь Рафея, чтобы облечь процесс транспортировки. И, конечно же, улучшить маленького мула по имени Патча. Это построит контактный дорог. И мы это сделаем. Теперь, чтобы пройти с день, перевести целых 300 кг ягод, требуется всего лишь 5 минут. У нас много планов могут быть, это новые интересные идеи, эксперименты. Но этого всего невозможно было добиться, если фермер стоит 50% своего времени только на транспортировку ягод. Теперь это стало возможным, и это очень надо. Я начну в этом знакомстве с моим кофе, потому что мне нравится яркая, чистая и балансированная чашка. Поэтому мой кофе будет мытой обработан, но и с перебитанием. Ягоды, кофе перебитировался ягоди целых 4 дня. Это очень долго для мытой обработки. Это не правда. Среди вопросов, что когда ягоды перебитируются натуральным методом, он, конечно, становится намного слаще. Но его потом невозможно депульпировать, так как муслик складывается в аппетит. Поэтому мы сделали немного иначе. Мы набрали ягоды, тщательно их промыли и положили в бочку. Затем нагрели брызгут, чтобы кислород не поступал. Тем самым кофе перебитировался во влажном среде достаточно долгое время, позволяя нам его под легкую депульпирование. Мы хотели использовать максимально простой метод обработки, чтобы Рафаэль Фурго повторил самостоятельно. Я думаю, мы должны экспериментировать не только ради каната, но и ради того, чтобы улучшить процесс обработки в альтергенетском среде. И результат оказался потрясающим. Получили максимально сладкий, так сильно слоенчерный участок. Теперь самое главное, дарайся так и с вкус. Получили максимально сладкий, так и слоенчерный участок. Песня и немного катамон. Приятного, долгий потекутся. Заодно, отдай. КОНЕЩ Cleveland КОНЕЩ КОНЕЩ КОННАЯ ЗАЛИЩ КОНЕЩ КОНЕЩ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шестое время молочная напитка. Сегодня рецепт для всех крупных напитков у меня будет одинаковый. Это 20 граммов кофе с выходом 40 граммов температура заваривания. 94 градуса. Я использую более высокую температуру, чтобы выделить максимуму сладости. Молоко для молочного диска, который я выбрал, имеет очень высокую, естественную сладость. Также большое содержание белков и пухлеводов, что поможет мне добиться максимальной гладкой, сливочной. Объем на рецепт будет 140 литров. Так как именно такой объем позволит мне добиться максимальной энергии, молоко с моим кофе, и в то же время подчеркнуть характер, можно сказать. Два пути. Почувствуйте орех киршевый, сзади. Абрикос. И немного молочного шоколада. Напитка подписает. Сделай с этим. Вот так. Сделай с этим. Пять минут. Спасибо. Пожалуйста. Сделай с этим. Немного об обжарке. Обжаривали мукофи 4 см. обжарке. Общее время обжарки стоило 9 мм. 20 секунд. Семператор обжарка будет 197 градусов. Обычно от обжарки в жаре полмитухой, но чуть ворочек. Но именно такая обжарка, такой профиль, позволим вытянуть максимуму сладость, ветный оважей, мукофи 2 см. Семператор обжарки. Я напомню вам, если был орех, где еще? Далее, на прикол, и прям гулять, мой. Вот так, последний. Далее, у меня уникальный памятник с потрясающими вкусными тактилями, которые были созданы самой природой и технологическими процессами. Передо мной стояла одна и единственная задача. Это неиспорчить вкусный эмпетерс, но в то же время делать его комплекс и сбалансировать. Три минуты. В начале уступления я поделал все вкусы вкусный эмпетерс и настаивал его в течение пяти минут с одним сердцем кардамона. Кардамон усилит легко уловимые пряные ноты в моем эмпетерс. Встреча с друзьями, это сконцентрированный сок из манква. В количестве 40 граммов, это сладочковый эмпетервард. Я его думаю, что заранее, чтобы он не только структурировал мой эмпетер, но и одновременно обрежал его. Для приготовления этого эмпетерска, мне понадобилось сок манго в количестве 100 граммов. Я его варил в течение пяти минут на медленной манке, а только 7 перерывов. У нас получилось 100 граммов и 40 граммов за полоток. Четвертый последний эффект, это идеальный эффект, трижды отфильтрованный через бумажный фильтр, высокая кристина, который принесет свежую сходность в манква. Все это я заливаю в блендер. С помощью блендера я могу получить глаз, рукавистую текстуру, похожую на жирный шелк. Звучит музыка Звучит музыка Берзан обидок очень легко, и тем, как попробовать, слегка профсультировать, не очень хорошо. Звучит музыка Аромаче будет Черно-смородиновый лист и красная слива. Звучит музыка Звучит музыка Сладость зеленого яблока Персик И красная смородина Звучит музыка 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 Спасибо большое за ваше уделенное время и внимание. Время! Ура! 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 Ну что, как ощущения? Как всегда. Прекрасно. Да. Ты всегда очень уверенно выступаешь. У тебя прекрасная группа поддержки. Слушай, это фантастическая, конечно. Это сзади эспресса у тебя. Очень хочется попробовать, да? Может, ты там зафиксируешь? Нет, очень интересно. Как долго готовился? Ну, месяц. Ну, месяц. Ну, месяц. А как строился твой тренировочный день? Ну, у нас это стандартно. Мы за месяц на 10 график, по 5 на 7 графонов. Под нагрузением трениров. То есть, Симова нравится. Количество какое-то. Все нормально. И предстоящая команда. Как обычно. Что можешь пожелать участникам, которые будут выступать после тебя? Получать удовольствие. Ну, как бы. Сколько времени потратить. Ну, можно сделать. Подойдем. Не волну. Почему выбрал именно этот кофе? Может, вы все слышали, кто-то подошел со всем недавно? Ну, потому что я реально... Ну, у меня в чемпионат начались именно с этого кофе, от этого кеймера. Ну, я тесно. Я его не знаю. Но, как бы. На штуке ездят сюда, да? Видно, что человек очень хороший, добрый. И... Ну, у него кофе реально прекрасно. Я уверен. Ну, как бы. Я же борис. После каната я иду с флагами. Как бы. Я работаю с флагами. Ну, короче. Но, когда стоит на полке Рампель Аяна, то, как бы. Там все важно. Да. Это правда. Дольфики сделала. Один из самых, на самом деле, ступень, который я делал в последнее время. Получилось ли у тебя выжить все из своего выступления, что ты хотел? Потому что держался ты, правда, достойно, очень уверенно, спокойно начал в хорошем степе, от выступал, тоже хотел поблагодарить команду. Ну, и все пошло по планам. Да. Если видишь финал, будешь устравлять что-нибудь? Или видишь, что это же программа? Ну, понятно, что ты с этой же программой выходишь, но мало ли. Буду, наверное, чаще улыбаться, но все пользу. Ну что ж. Судейская бригада готова. Давайте наградим бортными аплодисментами судей. И кулайдура. Ребята, вы слышали, как кофемания хлопает? Вы не хлопаете. Давайте еще. Ну! Отлично. И на первой станции закончил свое выступление.